Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будет организована отдельная новогодняя елка. Театрализованное представление приглашения в Хогвартс пройдет 21 декабря во Дворце культуры Арктика. Об этом удалось договориться на прошедшем круглом столе детства без границ. Это первая подобная встреча представителей власти, общественных организаций, учреждений образования и родителей с особенными детьми. Веселые танцы, увлекательные игры, забавные костюмы. У волонтеров сегодня ответственное задание. Пока родители общаются на круглом столе, их детей надо занять. Перед Новым годом актуально делать новогодние сувениры, открытки и готовить поздравления. Учеба, счастье, здоровье, учеба, сильные, пятерки были у всех. Дима, как и другие дети, пришел на этот праздник не случайно. Ребята имеют инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Все они нуждаются в особом уходе и воспитании, адаптированных условиях в детском саду, школе и других учреждениях. Но сегодня в округе, к примеру, не существует специальных групп для таких детей в спортивных организациях. При том, что в регионе проживает 180 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом родители говорили на первом круглом столе «Детство без границ». Встреча объединила 78 семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, представителей органов власти, учреждений образования и общественных организаций. В округе делается очень много для детей инвалидов, для сопровождения их, для их реабилитации. Но тем не менее, все равно это очень тонкий вопрос и, конечно же, проблемы возникают. Поэтому мы сегодня здесь и собрались обсудить вот эти возникающие проблемы и сделать так, чтобы действительно они все были решены. По словам Риммы Галушиной, сегодня округу необходимо новое здание коррекционной школы. Современный центр с медицинским сопровождением и инклюзивным оснащением необходим в связи с растущим количеством детей с умственной отсталостью. Как заверил руководитель Департамента образования, культуры и спорта Илья Иванкин, строительство объекта вошло в перечень приоритетных проектов региона. Родители отметили и особую потребность в проведении на территории Ненецкого округа реабилитационных услуг. Стоят они не один десяток рублей, а выезжать необходимо два-три раза в год. Ни один вопрос родителя не остался без ответа специалиста профильного департамента. В соответствии с федеральным законодательством, дети с ограниченными возможностями имеют право получить земельный участок. Здесь специалисты профильных ведомств нам пояснили, разъяснили, что необходимо перечень документов, которые необходимо предоставить для получения земельного участка. Итогом круглого стола стали конкретные решения. В частности, организовать отдельную новогоднюю ёлку для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Представление о приглашении в Хогвартс пройдёт 21 декабря во Дворце культуры Арктика. Также 40 детей смогут посетить новогодний праздник «Фиксики спасают Новый год». Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».